Приветствую вас на курсе «Как полностью ушатать своё здоровье». Если вы хотите научиться делать ужасный выбор и подрывать себе здоровье, вы пришли по адресу. Перейдём сразу к рекомендациям. Поймите, что вредной еды не бывает. Если соблюдать меру, то можно есть всё, что угодно, в том числе и мусорную еду. Но не будем обижать мусорную еду таким названием. Давайте называть её фастфудом или ультраобработанной едой. Так вам будет поспокойнее. В следующий раз, когда пойдёте в супермаркет, в основном ходите по центру, а не по краю. Так вы больше сэкономите, ведь именно там находится вся еда с пустыми калориями. И не забудьте взять с собой ребёнка, главное, чтобы он был голодным и уставшим. Ни в коем случае не покупайте овощи, мясо или сыр, ведь они очень быстро портятся. Пора познакомиться с ультраобработанными крахмалами, маслами из семян и снэками. У них никогда не кончится срок годности. Запомните, чем искусственнее, тем лучше. Что же до красного мяса? То оно, как сигареты, вызывает рак. То ли дело ультраобработанные продукты, никакой связи с раком. Шаг второй. Наслаждайтесь жизнью. Прослушайте это очень важное сообщение. Утоляйте жажду, слава и слава. Латкими газировками, энергетическими напитками и состоящими сахаро-фруктовыми соками. Не думайте о том, что они могут привести к ожирению, диабету и целому букету других проблем со здоровьем. Как нам уже сказали, Пока-Кола продлевает жизнь. Поверьте, это путь к могиле. Простите, к успеху. И поймите, что пищевая пирамида — полностью научная идея. И не надо думать о том, что у создателей рекомендаций по питанию есть конфликт интересов. Живем лишь раз, поэтому жизнью надо наслаждаться. Вкуснейшие чипсы, впитавшие в себя гидроденизированные масла из семян, синтетические сахара и глутамат в натрия успокоят вашу душу. Эти добавки чудесны, ведь благодаря им чипсы могут храниться годами. Так что не волнуйтесь, их не станут есть даже тараканы. Эта еда успокоит вас и защитит от жизненных стрессов. Шаг третий. Ведите сидячий образ жизни, избегайте тренировок и взрастите в себе ленивого тюленя. Запомните, движение переоценено. Тренировки могут быть опасными. Вы можете поскользнуться и упасть. Сидеть дома куда безопаснее. Исследования показали, что если побольше ёрзать, пока сидите у телевизора и едите попкорн, можно сжечь пару дополнительных калорий в час. Обязательно заготовьте отговорок на все случаи жизни. Плохая погода, праздники, плотный график. Обвините что-нибудь, ведь вы не виноваты. Постоянно ищите отмазки и никогда не признавайте, что вы сами виноваты в своих проблемах со здоровьем. Всё дело в наследственности. Надо было выбирать родителей получше. Шаг четвёртый. Всегда ищите пути подорвать здоровье. Когда начнёте привыкать к здоровому образу жизни или худеть, немедленно наградите себя пончиком, бокалом вина или огромной порцией мороженого. Шаг пятый. Сидите дома. Избегайте улицы любой ценой. Кому нужны солнце, свежий воздух и природа, когда можно сидеть дома в своём пузыре? Нельзя давать этому опасному солнцу прикасаться к нашей коже. Если вы ходите на улицу, обмажьтесь солнцезащитным кремом. Так вы сможете защититься от витамина D, то есть ультрафиолета. Сидите дома, ведь если вас не достанет загрязнённый воздух, то достанет солнце. Лёжка на диване и сериальные запои должны стать вашими главными хобби. Это безопаснее. Приклейтесь к экрану, не обращайте внимания на новости про электромагнитное излучение от монитора или телевизора. Это всё неправда. Уже скоро у нас будет метавселенная. Кому нужен настоящий мир, когда можно будет прожить жизнь в виртуальности? Шаг шестой. Ешьте по восемь раз в день. Давайте поговорим о режиме интервального неголодания. Есть по восемь раз в день самое то, ведь это навсегда защитит вас от голода. Вы можете пастись на кухне от рассвета до заката, как эта дружелюбная коровка. И не забывайте брать с собой что-нибудь перекусить. Сами посудите, вы же не знаете, где вас настигнет желание перекусить. Упал сахар в крови? Не беда, ведь у вас всегда есть таблетки с глюкозой. Они помогут от гипогликемии. Доктор вам поможет. Не обращайте внимания на скачки сахара в крови. Лишь бы не прекращался этот бесконечный пир. Шаг седьмой. Поймите, все калории абсолютно одинаковы. Не верьте тому, что определенные калории активируют определенные гормоны. 500 килокалорий в божественном пончике ничем не отличаются от 500 килокалорий в сбалансированном полноценном блюде. Запомните, калория, она и в Африке, калория. Это научный факт. Шаг восьмой. Вечерний перекус. Возьмите в привычку перекусывать вечером едой, в которой много масел из семян с омега-6 жирными кислотами. Не отказывайте себе в огромной порции мороженого перед сном. И провалитесь в диабетическую кому. Простите, в глубокий сон. Шаг девятый. Врачи — ваши лучшие советчики. Поймите, что альтернативная медицина может быть опасной. Консультируйтесь с врачом, прежде чем принять что-то натуральное. Ведь у него есть опыт и образование нутрициолога. Мы провели исследование. В 60% случаев это работает на 100%. Если сомневаетесь, задайте вопрос доктору Гуглу. Это полностью независимый и непредвзятый источник информации. А если не можете разобраться в данной теме, не переживайте. Он поможет вам понять, что такое дезинформация. Шаг десятый. Сон. Кому он вообще нужен? В могиле отоспитесь. Сон переоценен, поэтому Бог и создал кофе. Пейте как можно больше кофе, чтобы быть бодрячком. Шаг одиннадцатый. Примите аптеку в своё сердце. Здоровье — это лишь управление болезнями. Зачем заморачиваться, когда можно просто подавлять симптомы? Ведь когда-нибудь найдут нужное лекарство. Если от одного лекарства у вас проявилась побочка, мы дадим вам другое от этой самой побочки. Очень просто. Не волнуйтесь, будут лекарства опасными. Разве их стали бы продавать? По крайней мере, в таких объёмах. А вообще, побочные эффекты надо выбирать с умом. И, наконец, шаг двенадцатый. Оставайтесь слепым и глухим. Противьтесь любым изменениям. Не ищите знаний об упражнениях и диетах. Да и вредные привычки — это часть жизни. Продолжайте верить, что ваши заболевания наследственные и что с ними ничего нельзя поделать. Продолжайте. Продолжение следует...